Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан». Том 1. Вопрос 414. «Раньше детей не отдавали в школу, и они вырастали хорошими христианами. Мы решили тоже не отдавать ребёнка в сад и в школу. Как сможем, научим сами. Правильно ли мы поступим?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Правильно, только ребёнка придётся дома учить по полной школьной программе и также сдавать экзамены и переводить из класса в класс. Чужие безбожные дяди и тёти, наёмники, и учить ребёнка, как принимать благословения, не будут. И варфоломейке преподобного Сергия Радонежского из них не получится. И если он отстающий, то и молиться, как Ваню Сергиева, не приучат. А значит, не будет и Иоанна Кронштадтского. Сегодняшние школы в большинстве своём самые настоящие зверинцы, в которых выпускают христианских детей, как ягнят. Да поможет вам Бог исполнить ваше доброе желание. Мне приходилось вести занятия в пяти институтах-университетах, в техникумах, в училищах и в пятнадцати школах, только в Барнауле, не считая Новосибирска, Академгородка и других. Кроме того, занимаюсь более двенадцати лет с детьми в тюрьме с малолетками. Кроме того, являюсь основателем и начальником православного детского трудового лагеря «Стана» в посёлке Потеряевка. Знаю ребятишек немного. Создаётся такое впечатление, что это поколение должно быть уничтожено почти всё. Это сгусток злости и разврата, похотливые животные и богомерзкие садомляне. И при том меняются от года к году стремительно вниз. Ни о нравственности, ни о стыде, ни о честности, ни о порядочности и не слыхали. А учителя, как самые настоящие, одержимые варвары. Им это говоришь, а они ничего не видят, а толмят своё. Дети очень хорошие. Они и на олимпиадах, они и на соревнованиях первые, и призовые места занимают, и учатся в музыкальной школе, и математику учат. А откуда эти учителя-то? Они же из этих самых оболтусов и безбожников выпистываны безбожной, развратной властью, продажной и жадной, богомерзкой и разбойной. Сейчас идёт самоуничтожение нации через разврат, наркотики, через телевизор и войны. Надежда ещё только в том, что таким образом Бог подчистит и снова начнётся подготовка героев к тяжелейшим испытаниям, которое должно быть при Антихристе. Продолжение следует...